Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вот такое у нас очередное видео моих находок. Покажу вам очень-очень быстро вскользь и убираю коробочку. И мы начнем сейчас рассматривать все постепенно и по очереди. Ой, нет, уберу, пожалуй, подальше, чтобы вы не видели вообще ничего, чтобы не испортить вам сюрприз. Для тех, кто у меня на канале впервые, я живу в Канаде, я покупаю украшения не в винтажных комиссионках, а в магазинах секонд-хенда, то есть в магазинах, куда люди сдают свои вещи бесплатно, как бы избавляются от них. Поэтому громкое название на превью выбросили, а на самом деле люди фактически их выбрасывают, то есть вещи, которые мне нужны, они совершенно бесплатно отдают в эти магазины, так сказать. Ну, это не Красный Кресток, но у нас называется по-другому, Армия Спасения, в общем, как хотите это назовите. Благотворительные магазины отдают их бесплатно, магазин уже назначает цену, и поэтому цена и продает их, а прибыль идет на благотворительность, поэтому цены очень разнообразные, очень часто не соответствуют тому, что вещь на самом деле стоит. Вещи я показываю с ценами, которые я купила в магазине, и это канадские доллары, для тех, кто спрашивает у меня, в какой валюте я покупаю свои изделия. Итак, давайте начнем. Начнем, как всегда, с самого такого, ну, скажем, я всегда начинаю с самых малоценных, так скажем, лотов, поэтому вот сегодня такой слоник. Я уже где-то говорила, по-моему, в предыдущем моем видео, что у меня невероятная коллекция слонов ювелирных, почему-то они как-то собираются у меня, именно слоны, кулоны, брошки. В прошлом видео я показывала брошку из двух слоников, слоник-мама и слоник-ребенок. В общем, здесь у меня опять слон. Я не знаю, почему так у меня слоны притягиваются. У меня слоны и бабочки. Слоны и бабочки притягиваются у меня друг к другу. Видимо, это потому, что это довольно часто используемый сюжет в украшениях бижутерии. Значит, слоник на вид старенький и не очень хорошо сохранившийся. А, я вам забыла показать. То есть, я вам показывала, но не озвучила. Цена 4,99, 5 долларов канадских наших. Посмотрите, он, видите, немножко такой у него сход покрытия или почернение. Я не знаю, может быть, это можно почистить, очистить. Но, если честно, так вот на лацкане пиджака или какого-то пальто или жакета он выглядит очень неплохо. Белые кристаллы. Интересно, это стекло или похоже на стекло? Да, похоже на стекло. Маркировок никаких нет на нем и ничего. Я не нашла никакую информацию про этого слона. Очень может быть, что он современный. Очень может быть, что он не очень. Если не современный, то не очень старенький. Сделан очень хорошо, очень качественный, довольно тяжелый и очень красивый. Вы посмотрите, как красиво у него сделано. Как красиво сделан сам слоник с такими вот вырезанными звездочками, разными геометрическими фигурами. Три кристаллика в ухе. И кристаллик на хоботе, который, видимо, имеется в виду, что это какой-то мячик или, в общем, ну что-то это больше такое цирковое, наверное. Симпатичная брошечка, не затейливая, но очень милая. Опять же, у меня какое-то к слонам особое отношение. Следующее украшение – это кольцо. Вы знаете, кольца я вам практически никогда не показываю, потому что реально кольца попадаются у меня очень-очень редко. И, не знаю, попадаются кольца совсем, ну, не знаю, что-то на 6 секундах вот с кольцами какой-то напряг. Так, это тоже не особо такое уж и ценное кольцо, но стоило оно, стоило оно 3 доллара. И на нем есть маркировка, ничего особенного, не какая-то, уж такая прямо маркировка-маркировка, чтобы прямо уже очень ей гордиться, но тем не менее. И оно сделано, видите, оно безразмерное. Оно сделано из таких вот звеньев, и здесь натянуто на леске. Почему? Потому что мне, в принципе, это, ну, как бы у меня пальцы такие, что мне вечно все кольца велики, а это вот в самый раз, даже вот в таком вот варианте, оно мне вот на этот палец великовато. А вот на этот палец в самый раз. Какая прикольная черепашина. Мне очень оно понравилось. Или вот сюда. Тоже симпатично, правда? Мне кажется, даже на этот палец лучше всего. Знаете, понравилась она мне эта черепашка. Своеобразное, конечно, украшение, своеобразное кольцо, много, много кристалликов. Все в целости, в сохранности. Конечно, это не винтаж, это современные изделия, но это, это китайское изделие, китайский бренд. Вот смотрите, здесь, нет, вы не увидите. Я сама с большим, с большим трудом разглядела. Ах, сейчас я найду, где у меня был скриншот у похожего изделия. Я вам расскажу, что это такое. Подождите секунду. Ну, нашла я, что это за бренд. Он называется Юхонг. Понятно, что это что-то или китайское, или корейское. Вот здесь вот, если мы, видите, если мы смотрим, сможем. Юхонг. Не сможем. Ну, в общем, поверьте мне на слово. Короче, я нашла такой браслет похожий. Тоже такой, весь в кристаллах таких. И он там чуть ли не за 40 долларов его продавали. Ну, то, что продают, там за сколько продают, это вообще ничего не значит. Потому что продавать могут за, хоть за тысячу, да, на самом деле, кто это купит. И поэтому, в общем, вопрос, вопрос не в том, за сколько продают. А в проданных я ничего не нашла такого. Но, тем не менее, мне оно понравилось. Забавное такое колечко. Терепашка. Хорошенькая. Буду носить. Потому что, в принципе, я кольца люблю. И вот, как ни странно, в секунде кольца попадаются мне очень-очень редко. Вот так. Пусть сидит, смотрит на нас. У нас сегодня, вы знаете, вообще вот больших-больших кулонов. Но мы пока еще до них не дошли. Скоро дойдем. Значит, ну, пока что наименее такие ценные и смешные вещи. Браслет. Торговали мне его за 4 доллара. Где мои ножницы? Вот. Отрезаем. Отрезаем. Ничего в нем особенного нет. Я имею в виду какой-то великой ценности. Но мне он понравился. Я очень люблю необычные, нестандартные вещи. Ну, во-первых, такая застежка, крючок интересная. Ну, интересная тем, что она как бы не совсем обычная цепочка. И на ней вот такие вот фигурки. Значит, по-моему, это стеклышки. Стеклянные шарики. Да. Стеклянные бусины. А здесь такие вот металлические детали. Вот это не стекло. По-моему, это пластик. Да. Ну, или что-то такое. Ну, вот эти кругленькие стекляшки. Может, это даже самоделка какая-то, знаете. Здесь треугольничек. В общем, вот такие вот интересные браслеты. Ничегошечки я не нашла по нему. Это либо самоделка, либо какой-то, знаете, вот всякие есть. Какие-то маленькие мастерские, которые делают вот такого типа вещей. Единственное. Или в очень маленьких экземплярах. Вы знаете, он очень симпатичный, забавный, такой смешной. Я решила его купить. Стол он недорого. Производит очень приятное впечатление. Такое, знаете, чего-то... Что-то кастом-мейт, что называется. Ну, то есть индивидуальная продукция. И очень интересный, необычный, симпатичный. Так, следующий у нас это вот такая вот интересная брошка. Вот про неё тоже ничего у меня нет. Никаких сведений. Сзади не то грязь, не то... Давайте-ка мы посмотрим. Я даже не разглядела её толком. Суть по-замочек, призывается, что она довольно старенькая. Это грязюка на ней, что ли? Или что? В общем, стоило 4 доллара. Я подумала, возьму, там разберёмся. Давайте сначала её рассмотрим спереди. Смотрите. Она изображает из себя такой веер. Очень лёгкая, очень тонкая. Интересно очень сделано. У меня никогда не было ничего подобного. Я вот не пойму, это эмаль? Или что это такое? Или краска какая-то на металле? Похоже на что-то китайское. Ну вот, я имею в виду старый Китай. Ну как бы даже по фасону. Как будто такой китайский или японский веер. Правда? А может это зеркало. Имеется в виду, что знаете, когда зеркальце, вот с обратной стороны зеркало иногда украшали каким-то рисунком, каким-то декором. А вот это ручка. А здесь как бы с этой стороны должно быть зеркало. Но я думаю, что это какой-то веер. Больше похоже на какой-то... Такой как будто бы китайский или японский веер. И давайте посмотрим обратную сторону. Тут какая-то пайка интересная. Видите, замочек такой. Как будто бы и старенький даже. Вот. Но здесь что у нас? Просто грязь или что-то облезло. Но маркировок никаких не наблюдается. Ну и было бы странно найти маркировку. Потому что это действительно какой-то... Похоже, что какой-то Китай. Но очень интересный... Согласитесь, необычная форма. У меня ничего такого нету. Ни формы, ни рисунок. Ни то, как она сделана. Я не пойму. Это все-таки, наверное, горячая эмаль. Очень красивый рисунок. Очень красивое сочетание. Очень необычная броша. Очень необычные формы. За это я ее взяла. Потому что ничего подобного и близкого у меня нет. Так, следующее украшение. Это тоже более такое, более или менее современное. Возможно, это винтаж. Но такой новый винтаж. Как-то у меня была от него цена. Отвалилась. Потерялась у меня цена. Но стоило оно. Долларов пять, наверное, тоже. Немного. Я, кстати, тоже находила его в продаже. Было написано... Поставлю вам картинку. Продавали его тоже там за какие-то 35. Не помню. Честно, не помню, за сколько. Но не страшно дорого. Но и не так, что прям совсем дешево. Я говорю, что я купила их долларов за пять. Это такое типичное... Ой, пытаюсь закрыть. Но у меня не получается потом. Это такое типичное украшение, по-моему, 80-х. Очень хорошо сделано. Красивая вот эта центральная часть. Цепочка такая, знаете, под Christian Dior. У меня есть... Я вам показывала. У меня есть одно видео, где я нашла Christian Dior. Вот такое вот тоже колье. В общем, не похожее, но такого же типа. И там была очень похожая вот такая вот цепочка. Ну, кстати, Christian Dior был очень в плохом состоянии. А вот это в прекрасном состоянии. Возможно, что это более новое, более современное изделие. Маркировок у него никаких не наблюдается. Сделано очень хорошо, очень качественно. Вот. Думаю, что это где-то 80-е, 90-е. Так, никаких, да, маркировок? Или что-то здесь есть? Подождите, подождите. Давайте-ка посмотрим. А, здесь есть какая-то маркировка. Видите, я... Когда покупаю какое-то время назад и уже забываю, что я покупаю. Давайте рассматривать ее вместе. Она очень плохо видна. Ага. Вот такая вот маркировка. Квадратика, две точечки. Ну-ка, девочки-знатоки мои любимые. Скажите, что это такое? Я уверена, что кто-то из вас знает, в отличие от меня. А, видите, как интересно. Если вы знаете, что это такое, расскажите мне. Видите, вот такой вот квадратик с двумя точками. Никогда не встречала ничего подобного. Квадратик. Интересно. А так-то, в принципе, замок обычный. Вот такой замочек. Опять я вам не то показываю. Вот такой замочек. И, в принципе, украшение симпатичное. Очень такое эффектное. Даже, я бы сказала, где-то нарядное. Красиво очень смотрится на шее. Я, конечно, вам примерю и покажу. Как все, что я показываю, всегда примеряю и всегда показываю на себе. Сейчас разложу красиво, чтобы хорошо лежало в кадре. Так, следующее украшение. Как я уже сказала, у нас сегодня лот больших кулонов. Оно мне стоило целых 10 долларов. Но я считаю, что оно того стоит. Вот, видите, цена 10 долларов. Потому что, опять же, нашла его в продаже. Оно тоже брендованное. У него есть маркировка, которую я тоже не сразу нашла. Значит, давайте посмотрим на него. Во-первых, эффектное, огромное украшение. Камень. Это настоящий камень. Вы слышите. И на ощупь он тяжелый, очень холодный. То есть, видно, что это камень. На очень интересной, красивой цепи. Значит, застежки у него нету, как ни странно. Видите? Сплошную, сплошную цепь. Цепь очень красивая, мощная, большая, такая массивная цепь. Прекрасное состояние. За возраст тоже не скажу. С обратной стороны он сделан так. И вот маркировка у него. Вот такое вот сердечко. Я бы в жизни никогда не догадалась, что это такое. Если бы я конкретно вот этот кулон, опять же, не нашла в интернете. И это у нас компания, по-моему, Stella & Dot. Это американская компания. Довольно дорогая. И я его видела в продаже за... Да, Stella & Dot за 68 долларов они его продавали. Плюс 18 долларов послать. То есть, если бы я захотела такое заказать, то я бы заплатила за него. А, еще плюс налог, в общем, порядка сотни. Под сотни, 90, что-то такое. Вот. И я знаю, потому что Stella & Dot, это довольно дорогая компания. Бижутерная. Но у них есть своя маркировка именно вот их компаний. Вот то, что они делают вот такие вот украшения, маркируют вот таким сердечком, я вижу впервые. Возможно, что это... Кстати, здесь написано что? Что это винтаж? Нет, не написано. Нет, не написано. Лабрадорит называется камень. Вот так они его продают. Вот. Да, скорее всего, что это не винтаж, но очень красивое, эффектное украшение. Не дешевое, хорошее, качественное очень украшение. Дорогой большой камень. В общем, я считаю, что оно стоило 10 долларов. Уж это точно. А если учесть, что я люблю большие очень украшения, то для меня это, конечно, большая находка. И следующее украшение, которое вызывает у меня боль. Сейчас я вам объясню, почему. Почему? Это просто боль. Значит, 15 долларов я за него заплатила. Это немало, но и немного, и немало. В общем, средняя такая цена для украшения этого бренда. То есть для украшения этого бренда это дешево. Но оно, так скажем, побитое. Побитое жизнью. Вот так вот сверху все нормально. Сейчас я вам покажу, в чем дело. И для меня это вообще полный секрет. Зачем? Зачем это было сделано? Совершенно непонятно. Так, что за бренд? Давайте смотреть. Я уже сама не помню. Ну, что-то хорошее. А, вендом. Вендом, вендом. Вот меня в прошлый раз исправляли. Я опять не помню, как правильно говорить. Вот, видите, вендом. Кулон необыкновенной красоты. Необыкновенной красоты цепь. Такая, знаете, сделана, как жгут металлический. Застежка. Может быть, это цепочка только, а кулон нет? Я не знаю. Вы думаете, это может быть, что это цепочка от вендом, а кулон не от вендом? Не нашла я, честно говоря, его в интернете. Кулон сам по себе очень красивый. Необыкновенно красивая стеклышко. Здесь в центре. Очень красивая оправа. Прям такая под старину, под старину. Под винтаж. Возраст не скажу, но вендом это вообще. Вендом это вообще-то винтажный бренд. Переворачиваем. Блин, извините. Что за фигня? Зачем? Что это? Для чего это? Налепили какую-то металлическую пластинку с дыркой. Чтобы что? Чтобы закрепить вот эту вот застежку? Ну, я не понимаю. Потому что я вижу, что застежка припаяна. Или она припаяна вот к этой штуке. В общем, испортили хорошую, красивую, дорогую вещь. Посмотрите, как красиво она выглядит изнутри. Там пыли много. Надо мне ее почистить. Видите, внутри она совершенно сделана. То есть этого не должно быть здесь. У нее внутри очень красиво сделано. Видите, вот тут вот посмотрите. Здесь какая-то вот тоже эта вязь. Эти цепи какие-то приделаны металлические. Вот это вот, видите, обратная сторона. Зачем? Зачем они испортили ее? Даже если у них отвалился вот этот замок, и они пытались его приварить каким-то образом, почему нельзя было его приварить к самой вот этой оправе? Причем мне кажется, что он таки да, приварен к этой оправе. А может, нет? А может, он приварен к этой штуке металлической? Зачем приваривать? Как это приделно, я не понимаю. Ну, приклеено или это... Понимаете, я не вижу никакой варки здесь. Такое впечатление, что это как будто бы было приклеено. Но приклеено хорошо. Крепко. Насмерть. Не отодрать. Не понимаю. Я же прекрасно понимаю, что это не должно было быть здесь, этой штуковиной, потому что явно изнутри, вот оно, видите, красиво сделано. Так, как должно быть, было бы это украшение. Понимаете? И вот явно, что вот оно должно было быть, вот это вот оправа, обрамление. Камушка. Ну, не камушка, а страза вот этого. И все. Зачем? Что испортили такую шикарную, красивую, дорогую вещь. Потому что это очень... Даже если это цепочка от Вендом, а кулон от чего-то другого, но явно кулон какой-то старинный. Очень красивый, винтажный. Посмотрите, как красиво сделаны лапки в нем. Смотрите. Я когда покупала, я, конечно, это видела. Я, конечно, это видела. И стоил он 15 долларов. Но, тем не менее, я его взяла, потому что красоты он необыкновенный. Носить его можно вот так вот. И ничего не видно на самом деле. Все это безобразие сзади не видно. Но, как для продажи, конечно, он теряет свою стоимость практически 100%. Потому что это очень... Вещь просто испорченная. Только если носить самому туда. А продавать, конечно, его... Продать его невозможно. Вот. Они хоть и недешево его продавали, но только такая дурыша, как я, могла его купить за такие деньги. Просто потому что он мне понравился, во-первых. А во-вторых, потому что я это не для продажи покупаю. Я покупаю, потому что мне... В принципе, для того, чтобы самой носить и для коллекции. Опять же, коллекционная вещь, это тоже... Он тоже испорчен. Вот этой вот штукой, которой они ее пытались приделать. Но выглядит он шикарно. Выглядит очень красиво. И, наконец, последнее. В нашей неделе, как всегда, напоследок у нас остается самое ценное, самое необычное. Это кулон. У меня есть кулон этого бренда. Я за него отдала немало. Стоило... Его оценили в 30 долларов. Я нашла его на ресейле. По-моему, долларов за 150. Я не помню точно. Я поставлю картинку, и вы увидите. То есть, безусловно, он стоит дороже, чем я его купила. Значит, все вот это вот в нем вот так вот плохо как бы припаяно. Это специально. Это такой стиль кулона. Стиль вот этого бренда, который делает эти вещи. цепь. Цепь надубитую. Немножко она такая позеленевшая. Застежки, по-моему, нет у них. Да, застежки нет. Он просто надевается через голову. Значит, у меня есть один кулон этого бренда. Сейчас я вам переверну и расскажу, что это такое. Это Рафаэль. Рафаэль Канада. Возможно, не все, значит, знают про эту компанию. Она не настолько известна в кругу, так сказать, международных собирателей. Но в Канаде это очень известная, очень популярная компания. Дизайнер, который делал ручным образом, делал свои изделия, по-моему, в 80-х, 70-х. Он уже, к сожалению, не с нами. Его так и звали Рафаэль. Фамилию я, к сожалению, забыла. Но вот у него была такая мастерская. Он делал свои изделия. У меня есть кулон один его. Кстати, здесь видите вот этот кулон? Сейчас я вам покажу. Я вам показывала в одном из своих видео тоже, видите, Рафаэль. Здесь есть застежка. Видите, здесь цепь и есть крючок. То есть можно его носить разной длины. А вот этот нет. Он довольно длинный. Значит, вот такого типа изделия вот этого бренда я встречала много разных. Это стекло, конечно, художественное. Но если вы меня смотрите, то вы знаете. Вы видели. Я вам рассказывала целую историю про него. Откуда он приехал, что он делал. В общем, вот какие украшения он выпускал. В основном украшения все вот такого вот плана. Какой-то стеклянная вставка. И вокруг какие-то металлические вот такие вот узоры. И всегда вот такого плана цепочка. Вот с такими вот звеньями. Большие цепи и вот эти вот вставки. Значит, в свое время, где-то в 80-х годах, он был очень популярным дизайнером. Я вам показывала, находила картинку. Может быть, вставлю еще раз. Я ее стерла, но нам найду новую. Даже носила его украшения. Известный певец Принц. Он даже где-то в его украшении получал какую-то премию. Ну, в общем, он довольно известный был в Голливуде. Художник. И делал украшения очень много для знаменитостей и селебрити. Поэтому они ценятся довольно дорого. Поскольку он уже не с нами, то они сейчас ценятся еще намного дороже. Потому что, как бы, больше их таких украшений не будет. Но я вам хочу сказать, что вот такого типа. Вот то, что я вам показывала там с камнями, со стеклянными вставками. У него много такого типа разных украшений. Если я найду картинки, я вам вставлю, чтобы вы видели. Вот такая она одна. Это действительно очень редкая раритетная вещь. Это, конечно, на любителя украшения. Не все его наденут и не все его будут носить. Но это коллекционная вещь. Вот те, кто занимается поисками и сбором винтажных украшений, те, как бы, знают фамилию этого художника, этого дизайнера украшений. И, конечно, такая вещь, она коллекции любителей, так сказать, этого именно ювелирного. Я не побоюсь этого слова. Она очень редкая, потому что вот именно вот такого дизайна у него буквально были считанные вещи. В общем, очень интересная. Это, видимо, фарфор. И на фарфоре вот такая вот роспись. Вот старинный такой сюжет. Пастушка и пастух. Что-то такое в этом роде. Сзади оно закрыто. Вот здесь есть маркировка. Написано «Рафаэль Канада». И вот такая вот длинная, длинная-длинная цепь без застежки. Или... Нет, застежка. Пардон, это я ошиблась. Вот есть застежка. То есть ее тоже можно сделать длиннее и короче. Я вам хочу сказать, что предыдущее украшение, вот это вот, я покупала долларов за 5-6-7. Вот что-то такое. То есть я увидела его просто висящее на крючках вот в секунде. Я как-то сразу поняла. Я не знала про этот бренд, но я как-то сразу поняла, что это что-то непростое. Вот. И тогда, я помню, его приобрела. А это я купила в другом уже магазине. И оно уже лежало под стеклом. Его уже оценили довольно дорого для секонд-хенда. Вот такого типа, как я... Где я покупаю вещи. Вот. Поэтому... То есть вот с тем мне повезло. Это мне стоило немножко дороже. Но, тем не менее, я считаю, что это достойная вещь за эти деньги. Тем более, что на ресейле, как я уже сказала, по-моему, они стоят там от 100 с чем-то до и выше. 100-120 долларов. Самые такие дешевые украшения вот этой компании. Ну что ж, дорогие друзья, вот сегодня такой у нас был показ. Большие кулоны, как я назвала. Крупные украшения. Интересные, необычные. Не совсем такие, как у меня всегда в показах. Ну, в общем, я считаю, что вот это огромный кулон, этот камень. Вот это, конечно, безусловно, находка. Это очень спорная, интересная вещь. Ну и все остальное так по мелочам. Слоник, колечко-черепаха. Вот эта интересная брошечка. Прослетик, в общем. Ну, все, как всегда. Все, сегодня с вами была Дита. Я очень рада, что вы со мной. Я очень рада всем, кто ко мне придет и подпишется. Я очень рада моим старым друзьям. Те, кто у меня на канале впервые. Я хочу сказать, что я не только показываю украшения, а у меня на канале примерки, обзор магазинов, в общем, болталки, все, что мы девочки любим. И я надеюсь, что вам будет у меня интересно и весело. А на сегодня все. С вами была Дита. Всем пока. Люблю, целую. Всем привет из Канады.